Станислав Александрович, здравствуйте, большое спасибо за это интервью. Главное, новость недели, вернее, новости недели. Дроны летают в Немидон Москвой, прилетают уже в подъезды. Ощущение, что вот эта апатия или эта вера в стабильность сохраняется. Чем вы это объясняете? Доброго дня, Марфа, большое спасибо за приглашение. Нет, я бы не сказал, что она сохраняется. Собственно, сами эти атаки дронов, в том числе на московский регион, и имели целью психологически дестабилизировать недорогих россиян. Впрочем, и дорогих тоже, поскольку большая часть дронов, направленных 30 мая, летели именно в район Рублево-Успенского шоссе, элитных резиденций, включая резиденцию самого президента Владимира Владимировича Путина, и, конечно, к важным объектам российских войск стратегического назначения. Главному командному пункту наземных, ядерных сил наземного базирования, которые находятся в ЗАТО, поселке городского типа Власиха, там же, в Одинцовском районе Московской области, недалеко от путинской резиденции в Новоагарево. И на следующий день, 31 мая, а кроме того, и 1 июня, дроны летели в Калужскую обувь, и находится ЗАТО Балабаново-1, резервный командный пункт ядерных сил. То есть, тем самым, было продемонстрировано, что, с одной стороны, украинской стороне хорошо известно, где находятся ключевые позиции, по которым надо бить. И сейчас те дроны, которые не долетели, не взорвались, а завтра это могут быть дальнобойные, например, немецкие ракеты «Таурус», поставки которых обсуждаются в Украину, и там все может быть. А с другой стороны, показать россиянам, что война происходит прямо у них дома, что она не где-то далеко, что все вовлечены в этот процесс. И не только жители приграничных регионов Белгородской, Корской и Брянской областей, но и непосредственно столицы Москвы. И в какой степени это получилось? Мне кажется, что представление о том, что все, что угодно может случиться сейчас, и что действительно боевые действия идут прямо на улицах Москвы, а не где-то в стороне от них, оно вполне себе начинает формироваться. Я процитирую своего коллегу Дмитра Кулизева. Он написал, то есть 1 июня, какой-то слабоумие, у Путина идет война на территории России, он проводит совещание в честь Дня защиты детей, на котором заявляют, что Дед Мороз главнее его, и долго радуется тому, что дети могут общаться с животными. Вы, во-первых, согласны с оценкой Кулизева о том, что это уже слабоумие, или это по-прежнему какое-то желание отвлечь людей от того, что происходит, опять же, от тех же дронов? Ну, я не берусь давать оценки ментальному здоровью Владимира Владимировича Путина, но никакого слабоумия здесь не вижу. Это его сознательная позиция и стратегическая линия на умиротворении ситуации, на демонстрацию того, что как раз никакой войны нет. Есть специальная военная операция на территории другой страны, которая, в соответствии с новейшей кремлевской доктриной, впрочем, уже не новейшая, она существует несколько месяцев, является не наступательной, а оборонительной. Россия же не нападала на Украину, США и НАТО по кремлевской версии. Напали на Россию через территорию Украины, и чтобы предотвратить большую войну, которой нет, нужно было начать спецоперацию, которая типа есть. Именно поэтому Владимир Путин не вносит никаких существенных коррективов ни в свой график, ни в систему своих ритуалов, и все назначенные мероприятия должны выполняться. Неслучайно парламент только что принял закон о проведении выборов в условиях военного положения. Военное положение введено только на аннексированных территориях Украины, то есть в ДНР, ЛНР, в Запорожье и Херсонской областях, а даже в переграничных с Украиной территориях канонической России. Не введено. И только что парламент принял, про парламент я уже говорил. Что, кстати, формально препятствует созданию в этих регионах структур территориальной обороны, о которой сегодня не говорит только ленивый, но если бы этот ленивый заглянул в законодательство, он бы там увидел, что сероборона может создавать только в ситуации военного положения, которого формально нет. И Владимир Путин должен всем своим поведением подчеркивать, что все идет по плану, все нормально, мирная жизнь продолжается, невзирая на то, что беспилотники летят прямо в живые дома в центре Москвы. То есть вам в целом кажется, поведение Путина и реакция на все, что происходит, во всяком случае, на этой неделе вполне адекватно и как-то вписывается вот в эту его обычную парадигму? Она адекватна, он адекватен сам себе. Многие военачальники, военные эксперты, в том числе горячие сторонники спецоперации «З» считают, что Путин ведет себя совершенно неадекватно, поскольку в условиях большой войны он действует методом игнорирования этой военной реальности. Но Путин это и есть, и есть Путин, он в этом весь. Он всегда психологически защищается от неприятной реальности методом ее игнорирования по принципу «я закрою глаза, и вы все исчезнете». И призывает всех соотечественников поступать так же. Многие соотечественники готовы этому последовать. Легче всего отрицать смертельную опасность, которая над тобой нависла, поскольку только в таком случае можно о ней постоянно не думать. И тем самым не быть заложником этой системы страхов. Другое дело, что Путин не просто россиянин. Он все-таки президент и верховный главнокомандующий, который несет ответственность за безопасность Российской Федерации. И с безопасностью Российской Федерации творится что-то не то. Много раз еще с самого начала спецоперации «З» нам объясняли, что если хоть один волос упадет с главы россиянина на канонической международной признанной территории РФ, ответ будет уничтожающим. То есть будут обстрелы при граничных территориях и так далее. Это красные линии, которые Россия никогда никому не позволит перейти. Сегодня мы видим не только обстрелы, но и рейды. Дирекционно разведывательных групп вглубь российской территории. Наконец мы видим взрывы на аэродромах стратегической авиации, находящейся очень далеко от границы с Украиной в столичном регионе. Обломки беспилотников сыплются на элитные дачи в районе Рублево-Успенского шоссе. Но такое впечатление, что красных линий никто не перешел. Неслучайно мировые СМИ уже констатируют факт, что Соединенные Штаты Америки поняли, что де-факто красные линии Путина – это большой плев, и относиться к ним надо соответственно. Видимо, несмотря на то, что в прошлом году Путин был психологически готов к применению тактического ядерного оружия и реализации в Украине сценария, подобного японскому 1945 года. Собственно, именно постоянно муссировалась тема о том, что раз США применили ядерное оружие, то и Российская Федерация тоже имеет право. При этом как-то кремлевская пропаганда упускала сознательно из виду то обстоятельство, что США применили его на финише Второй мировой войны, в которой они сами были объектами агрессии со стороны Японии. И, так сказать, можно долго рассуждать, оправданным или неоправданным было применение ядерного оружия, но и удары по Хиросиме и Нагасаки. На эту тему есть разные точки зрения, но уж точно это не было немотивированным событием на ровном месте, в то время как Россия формально не находится в состоянии войны с Украиной, и мотивировать применение тактического ядерного оружия в такой ситуации мягко говоря значительно сложнее. Но Украина как бы считалась, что если такое случится, то Украина немедленно капитулирует, как Япония капитулировала после ядерных бомбардировок США в 1945 году прошлого века. Но сейчас уже очевидно, что Украина не капитулирует в этом случае, поскольку неприемлемого ущерба тактический ядерный удар Украине не нанесет, а напротив будет способствовать всяческой мобилизации и сплочения украинского народа вокруг идеи войны против России до победного конца. Кроме того, остающиеся еще в живых международные партнеры Владимира Путина, в частности китайские партнеры, председатель КНРС и Цзиньпин, всячески дают понять, что применение оружия массового уничтожения в любых формах и форматах неприемлемо. И Путин не сможет рассчитывать на их поддержку, если он отважится на такой шаг. Именно поэтому красные линии стали чрезвычайно размытыми. Простите, еще раз вернусь в начало вашего ответа. Вы говорили о том, что военно-начальники понимают, что Путин ведет себя неадекватно. Вот в чем вы видите признаки этого? Ну, некоторые военно-начальники. Я вижу это, в частности, в комментариях такого известного военно-начальника, как Евгений Викторович Пригожин, который явно недоволен отдельными проявлениями верховного главнокоманды, ничего, хотя свою фрунду в отношении позиций Путина он тщательно скрывает. И, безусловно, и официально, и формально остается полностью лоялен президенту. Действительно, у него нет другого варианта, нет выбора. Он должен быть лоялен Путину, поскольку, лишившись поддержки Владимира Путина, он просто будет порван на части конкурирующими кланами и фирмами в президентском окружении. И Димарши Рамзана Ахматовича Кадырова, команда Кадырова в отношении Пригожина, только что прозвучавшая и просиявшая в интернете, об этом свидетельствует. Но, так или иначе, многие сторонники спецоперации Z указывают на то, что нужно признать реальность большой войны, в которой Россия на сегодняшний день вовсе не выигрывает. Она ее скорее проигрывает. Для Путина такое признание невозможно. Оно противоречится основам его бытия и сознания, базовым принципам его психологии и мировосприятия. Вы уже сами перешли к Евгению Пригожину и Кадырову. Вот этот публичный конфликт, он во что может вылиться, по-вашему? И, опять же, зачем такая публичность этого конфликта лично Владимиру Путину? Владимир Путин всегда укреплял режим своей личной власти на фоне конфликтов между различными группами влияния в его окружении. Ему не то, чтобы это нравится, но это необходимые условия его существования как модератора элит, в том числе и модератора внутриэлитных конфликтов. Пока элиты не консолидированы воюют друг с другом, а так было всегда. Просто не всегда была война, и не всегда эти конфликты выплескивались в толь ярко и остро публичную плоскость. Далеко не всегда. Но так или иначе, арбитром в любой такой ситуации остается Владимир Путин. Он совершенно незаменимый скрепа этой системы до тех пор, пока элиты не могут внутри себя договориться и принимать каких-то решений политического свойства. Поэтому конфликт между Пригожиным и Кадыровым ему выгоден. Это для него как раз комфортная среда обитания. И я не исключаю, что он сам его достаточно тонко подпитывает, как он умеет, поскольку все-таки Владимир Владимирович достаточно хитрый интриган. Как говорил о нем один его близкий и знакомый, лично мне, в чем Володя не откажет, так в умении мутить. Поэтому, с одной стороны, конечно, это говорит о том, что система идет в разнос, если она не видит других форм обмена жесткими мнениями между ключевыми игроками, кроме как публичность заявления в интернете. Как сказал Адам Далимханов, заочный Евгению Пригожину, «ты стал блогером», а сам Далимханов блогером не стал. И не случайно ли чеченские силы в Украине приобрели бренд и репутацию ТикТок-воинства, которую, конечно, сейчас будут отрицать? Всячески, но я не уверен, что они готовы пойти на такие жертвы в украинской невойне, на какие шла ЧВК «Вагнер», для которых мясные штурмы, сопряженные с неограниченными потерями живой силы, являются органической частью концепции, а не системой эксцесса. Естественно, не гордые войнахи Рамзана Ахматовича Кадырова, не элитные подразделения ВДВ на такие потери, как ЧВК «Вагнер», не готовы. И уже поэтому не очевидно, что они готовы в полной мере вагнеровцев заменить на украинской земле. Но режим власти Путина-модератора, Путина-умиротворителя, Путина-арбитра, такие конфликты, как я уже сказал, только укрепляют. Я бы хотела опять все-таки вернуться к диверсиям. И вот если говорить про РДК, про русский легион, то можно вообще утверждать, что мы уже на подступах к гражданской войне, потому что, по сути, русский пошел с оружием против русского. Ну, если послушать Владимиру Ивановичу Путина, то, собственно, и спецоперация ЗАТ является гражданской войной, потому что он утверждает, что украинцы — это тоже русские, только вид сбоку. И, значит, русский интенсивно пошел на русского еще весной 2014 года, а уже в полном объеме и масштабе 24 февраля 2022. Но пока я не знаю, что из себя на самом деле представляет РДК и легион свободы России. Я думаю, что мало кто это представляет на самом деле. На мой взгляд, это зависимые структуры украинских спецслужб, находящихся под крышей, в первую очередь, Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Поэтому говорить о них как какой-то серьезной внутри российской силы я бы пока не стал. Пока. Но, в конце концов, столкновение Вагнера с кадыровцами — это в большей степени акт гражданской войны, чем вывозки РДК и им подобных в Белгородскую область. Хотя, действительно, и легион свободы России, русский добровольческий корпус, признанный экстремистскими, запрещенный в РФ вместе с белой-синим-белым флагом, под которым они выступают, будет позиционироваться в качестве субъекта такой гражданской войны, в качестве силы, которая, как они сами утверждают, способна освободить Россию. Освободить Россию они не смогут. Я думаю, но реализовать некий сценарий аналогичной ДНР и ЛНР 2014 года на российской территории вполне могут попробовать, особенно если украинские войска дадут им дополнительное подкрепление. Почему бы не поразгласить какую-нибудь русскую республику в Белгородской и Брянской областях и не провести там референдум об отделении от РФ? Ведь, собственно, уже когда выяснилось, что у РДК и легион свободы России есть бронетехника, представители Офиса Президента Украины иронично замечали, что еще с 2014 года мы знаем, что такую технику можно купить в любом военторге. Но почему действительно симметрично не применить тот самый сценарий, который Россия использовала весной 2014 года на Донбассе? А как вы, кстати, относитесь к личности Дениса Капустина, предводителя РДК, все вот эти националистические взгляды, разговоры о белой расе? И сейчас, я так понимаю, идет дискуссия вообще. Стоит ли забывать об этом, о том, что он неонацист фактически, на фоне того, что, да, он и его группа устраивают диверсии на границе? Я не знаком лично с господином Капустиным и как политический консультант на пенсии, но с большим опытом в этой сфере. Я прекрасно знаю, что не всегда можно отождествлять публичные заявления человека с его реальным содержанием. Иногда это система масок, которая не отражает реальность. С другой стороны, я всегда считал и считаю, что именно русские националисты могут быть максимально эффективны в борьбе с такого типа политическим режимом, как путинский. То есть режим такой безнациональной клиптократии. Больше того, это прекрасно понимаете человек гораздо более влиятельный и информированный, чем я, сам Владимир Путин, который сделал немало именно для интенсивных гонений на русский национализм, всегда остававшийся главным врагом Кремля, о чем Путин говорил публично, что главный его больше всего на свете, он ненавидит русский национализм, и в этом смысле он нисколько не лукавил. А какой системой взгляда будут придерживаться это люди в обозримом будущем и конвертируются ли они в какую-то реальную политическую, а не только диверсионную силу, мы посмотрим в ближайшие месяцы, а может быть даже и годы. Сейчас об этом говорить преждевременно. Ну, подождите, тогда вопрос в лоб. Путина в каком-то прекрасном, прекрасной России будущего свергнут националисты или условные, я не знаю, соратники Навального? Нет, я думаю, что его свергнут соратники Владимира Путина. Это максимально вероятный сценарий. Во всяком случае, мы не знаем, каким образом и когда Владимир Владимирович Путин идет от власти, на сегодняшний день в системе он, как скрепа, до сих пор необходим. И конфликт, еще раз, простите, что повторяюсь, Пригожин с Катаровым это скорее доказывает, чем опровергает. Пригожин и Катаров перестреляли бы друг друга, если бы не гарант их общей безопасности президент РФ, что он прекрасно понимает. И гарант их легитимности, собственно, потому что кто бы они были без президента РФ, в том числе кем был бы Катаров в Чечне, а Пригожин на театре боевых действий, если бы оба они не обладали неформальной доверенности от Владимира Владимировича. А в случае Катаровой формальный тоже, поскольку он официальный глава субъекта федерации. Но если Катар Путин идет от власти, то на смену ему придут его же соратники. Это будет не РДК и не люди Алексея Анатольевича Навального. Это будет коллегиальное руководство, составленное из нынешних представителей путинской команды, как это было после смерти Иосифа Сталина в 1953 году в Советском Союзе. И ближайшие соратники Владимира Путина, естественно, могут оказаться совсем не путинцами по взглядам, когда они придут в власть, поскольку их не будет сковывать главный ограничитель сам Путин. А какая вообще оппозиционная сила эффективнее? РДК, Капустин, русский легион, бело-голубой флаг или все-таки ФБК, которые рассказывают о коррупции, сторонники Алексея Навального, которые сейчас 4 июня призывают выйти на митинги. Кто вот сегодня более эффективен? Современный РФ уже практически полностью превратил в тоталитарное государство, а не просто авторитарное. А в тоталитарном государстве оппозиция всегда маргинальна. Она не может прийти к власти, пока система не разрушилась изнутри, как это, собственно, было и в Советском Союзе, где не было никакой реальной оппозиции, пока Михаил Горбачёв не отпустил позже, и пока эта оппозиция не возникла из недроправящей партии, КПСС. Ярким олицетворением чего и стал Борис Ельцин, во многом разрушивший Советский Союз и покончивший с властью Коммунистической партии, чем, впрочем, занимался и сам Михаил Горбачёв. Точно так же будет и в современной России. Ни ФБК, ни РДК не могут заниматься как серьезные внутриполитические силы. Они, конечно, являются существенными раздражителями, особенно в новой информационной реальности, когда есть интернет, которого в Советском Союзе не было. Но не будем забывать, что Российская Федерация идет путем внедрения китайского фаерволла, китайского образца ограничения интернета. Я думаю, что в обозримой перспективе возможности получать информацию о деятельности РДК или ФБК или у недорогих россиян, находящихся на канонической территории РФ, будет гораздо меньше. Поэтому сегодня не может быть никакого предметного политического сценария смены власти в РФ. Тем более мы должны понимать, что США не заинтересованы в полном крае Российской Федерации и Владимира Путина. Он для них тоже остается в известной степени меньшим злом по сравнению с распадом РФ и полной хаотизацией занимаемой сейчас территории, когда ядерное оружие и прочие многочисленные ресурсы могут оказаться в руках совершенно непредсказуемых и неконтролируемых никем группировок. Ну, хорошо. Даже если не будет работать интернет, дроны в подъезды все равно смогут залетать. И тогда получается, что РДК или Русский Легион будут иметь куда большее влияние на общественное мнение, на умы россиян. Разумеется, но это не означает, что РДК завтра возьмет Москву. Да, для РДК и Русского Легиона это, на мой взгляд, наиболее продуктивным сценарием, если им удастся сколотить военизированные соединения не из нескольких десятков, как сейчас, а из нескольких десятков тысяч человек, как ЧВК «Вагнер», это именно реализовать сепаратистский сценарий в приграниченных, граничных с Украиной регион. Это максимум, на что они способны. И потом как бы в издевательском режиме предложить РФ нечто вроде минских соглашений как в аналоге. Минских соглашений образца 2014-2015 года, которые РФ тогда навязала Украине под дулом автомата. Ну, будут ли они способны? Посмотрим. Ведь, собственно, они нужны на сегодняшний день Украине еще и потому, что Украина обещала западным партнерам не вести боевые действия на международно признанные территории РФ, и поэтому в полном соответствии с канонами современной гибридной войны она использует прокси-соединения, вот такие как РДК и этот Легион. И, опять же, не будем забывать, что на сегодняшний день во многом эти подразделения под контролем спецслужбы Украины. И в этом не надо забывать об этой роли тоже, что, естественно, их несколько сковывает как отдельных политических игроков внутри российского замеса. Последний вопрос про ситуацию на фронте, где все, кажется, несколько заморозилось, нам обещали контрнаступление. Подоляк сказал, что да, оно идет, но мы как бы видим и не видим пока плодов этого контрнаступления. Пригожин, опять же, говорит, что никаких успехов на фронте нет, ну вот как-то был Бахмут. Что дальше ожидать, по-вашему, от развития ситуации непосредственно на поле военных действий? И, опять же, как на это будут реагировать в России? Я согласен с тем, что контрнаступление уже началось. Просто не будем называть, что мы, опять же, живем в условиях и в эпоху гибридной сети центральной войны, децентрализованной войны, где, собственно, удары, атака дронов на московские регионы уже может считаться элементом контрнаступления. И тем самым Украина демонстрирует, что командные пункты ядерных сил РФ уязвимы для нее. Это элемент контрнаступления, конечно, потому что психологическая компонента в войне ничуть не менее важнее, чем, собственно, военная. Ничуть не менее важна, чем, собственно, военная. Или вылазки РДК и легиона свободы России это элемент контрнаступления, да. Это еще и разведка боя, но это еще и система психологического воздействия на РФ, который входит в концепцию современного наступления, современной гибридной войны. Поэтому Украина может нанести массированные удары, такие там, где она будет видеть максимальное количество слабых мест у РФ. А все, что происходит, собственно, диктует необходимость определенного отвода российских войск с территории Украины на собственную, международно признанную, для защиты тех же приграничных регионов. И, значит, способствует ослаблению военной группировки РФ на аннексированных украинских землях. Естественно, РФ это тоже понимает, готовится, заминировал очень значительную часть украинской территории, чтобы не дать вооруженным силам Украины наступать, наступление ожидать в самых разных местах. Вот, энергодара, где находится Запорожская АЭС, до Джанкоя и Крыма, собственно, непосредственно доступа в Крым, точек доступа в Крым. Об этом мы узнаем в ближайшие недели. Владимир Зеленский сказал, что дата контрнаступления уже одобрена. Но, еще раз возвращаюсь к мысли, что все события на фронте, которые влияют на психологическую ситуацию и показывают, что Россия в военном отношении становится все слабее, уже могут считаться элементами контрнаступления. Значит, оно уже действительно идет. А готов ли Путин будет пойти на какие-то более радикальные шаги, чтобы, опять же, переломить вот эту такую застойную ситуацию на фронте? Мы с вами говорили уже сегодня, что если в прошлом году Путин был близок к применению тактического ядерного оружия, то сейчас он находится от этой версии значительно дальше вообще от применения оружия и массового уничтожения. И Путин сегодня во многом рассчитывает на всяческих международных посредников. Он рассчитывает и на Китай, чей представитель Лихуэй побывал уже и в Киеве, и в Москве. Он рассчитывает на дистант шести африканских президентов, которые посетят Киев и Москву под предлогом того, что Африка не может выжить без российских удобрений, а также российской и украинской пшеницы. Там важным лоббистом выступает такой бизнесмен сомнительной репутацией Жан-Ив Оливье, который де-факто лоббирует интересы российских производителей удобрений, но все это преподносится под знаменем вязчих интересов Африки. В конце концов, Путин рассчитывает и на США, которые, опять же, не заинтересованы в тотальном разгроме России в том, что война затягивала слишком сильно, потому что к следующим президентским выборам администрация Джозефа Байдена должна подойти с какими-то осязаемыми результатами этой войны, учитывая, что и в американских элитах, и в американском народе усталость от войны в Европе тоже нарастает, не говоря уже о элитах и народах европейских. То есть Путин считает, что ему не придется применять крайние меры, потому что международные посреднические механизмы и инструменты сработают и позволят ему зафиксировать ситуацию, при которой под его фактическим контролем, под фактическим контролем РФ и Кремля остаются 16 примерно процентов украинской территории. Тот самый сухопутный коридор на Крым. Украина с этим категорически не согласна. Она намерена биться полностью за возвращение границ 1991 года, но и она сегодня подвергается достаточно серьезному давлению со стороны старших международных партнеров во главе с США. Поэтому ближайшие недели покажут, по какому именно сценарию дальше будут развиваться события. Но Пригожин же вот сам призывал поставить Россию на военные рельсы. Я не до конца понимаю, что это значит. Из-за, может быть, срочников отправлять на фронт, хотя они и так в приграничных регионах есть. Они сейчас не в боях в городской области, конечно. Раз они охраняют каноническую границу, значит, они уже на фронте. Собственно, вот в последних боях в районе Шебекина участвовало 20 пограничников и 20 срочников. Ну хорошо, вот эти ванильные рельсы, о которых говорит Пригожин. Ванильные рельсы в времени Пригожина недостижимы, потому что в России нет соответствующего мобилизационного ресурса, в первую очередь психологически. Не будем взывать, поэтому, что Евгений Викторович Пригожин еще играет роль плохого парня по сравнению с Владимиром Путиным. Это его важная роль. Путин хочет оставаться всегда меньшим злом. В этом смысле в качестве большего зла выдвигается Евгений Пригожин, чтобы Путин мог сказать кому угодно, включая западных партнеров, с которыми он все же, несмотря на полностью испорченные отношения, находится в тайном диалоге. Смотрите, если не я, то Пригожин. Кто вам нравится больше? Поэтому берегите меня. Продолжение следует...